Всем привет! В Британской Колумбии работа с риелтором при покупке или продаже недвижимости не является обязательным требованием по закону. Это означает, что любой человек при желании сможет это сделать самостоятельно. Однако, наличие грамотного риелтора имеет ряд существенных плюсов. Сегодня мы поговорим о том, какие риски и преимущества у вас есть, когда вы работаете с агентом и без. Меня зовут Артем Лысенко, и я помогаю с покупкой и продажей недвижимости в Большом Ванкувере. Если это видео будет для вас полезным, буду очень благодарен за поддержку через лайк, подписку или комментарий. Поехали! Начнем с того, кто такие агенты по недвижимости или риелторы. Это лицензированные на уровне провинции специалисты, оказывающие помощь при покупке и продаже недвижимости. Они обязаны соблюдать установленные профессиональные стандарты и выполнять разумные требования клиентов, действуя в их интересах при проведении этих сложных сделок. В Британской Колумбии, как и во многих других юрисдикциях, риелтор несет фидуциарную ответственность перед своими клиентами. Что это такое простыми словами? Это юридическое обязательство, которое требует от риелтора действовать в наилучших интересах своих клиентов, ставя их потребности выше своих собственных. Основные положения. Первое. Это исключительная порядочность и соблюдение полной конфиденциальности. Второе. Это полное разглашение информации и фактов, которые могут повлиять на процесс принятия решения клиентам. Третье. Компетентность и профессионализм. Четвертое. Избегание конфликта интересов, а также соблюдение законов и нормативных актов. Нарушение фидуциарных обязанностей может иметь серьезные последствия для риелтора. Если агент по недвижимости не действует в интересах своего клиента, он может быть привлечен к судебной ответственности и понести серьезные штрафы. Теперь поговорим о преимуществах покупки и продажи недвижимости без агента. Первое и, наверное, самое главное, это возможность сэкономить на комиссии при продаже. Теоретически, в этом смысл есть. А практически неясно, если вы сможете получить на руки сумму выше той, если вы продавались профессиональным риелтором. При покупке в подавляющем большинстве случаев услуги риелтора оплачивают продавец. И когда риелтор заключает договор на продажу, то там, как правило, указывается, что если покупатель пришел без риелтора, то вся сумма комиссионных, которое было предназначено риелтору-покупателя, остается с риелтором-продавцем. Поэтому при покупке работы без риелтора сэкономить особо не получится. Также есть такое ошибочное мнение, что при покупке жилья новостройки напрямую с застройщика без риелтора получится сэкономить. Это не так, и я запишу отдельное видео на эту тему. Идем дальше по преимуществам работы без риелтора. Следующий шаг – это возможность прямых переговоров. Для тех, кто уверен в своих переговорных навыках, покупка или продажа без агента позволяет напрямую общаться между сторонами. Третий пункт – полный контроль над процессом. Вы можете делать, что хотите и как хотите. Последний пункт – конфиденциальность. Некоторые люди не хотят, чтобы информация о покупке и продаже была известна широкому кругу людей. И чем меньше участника вовлечено, тем лучше. Это были основные плюсы при покупке или продаже недвижимости без агента. Теперь поговорим о преимуществах работы с риелтором. Первое – это знания рынка. Хорошие агенты по недвижимости обладают глубоким пониманием тенденций местного рынка, стоимости недвижимости и динамики развития того или иного района. Эти знания позволяют принимать более обоснованные решения. Да, большое количество статистики можно посмотреть самостоятельно через различные онлайн-ресурсы. Но большинство этой статистики показано с задержкой в месяц, а рынок может меняться очень динамически. И тому подтверждение последние три года. Приведу пример. Я работал с покупателями в разгар этого весеннего рынка 2023 года, и на опенхаусах в марте не было вообще людей или максимум можно было встретить одного-двух человек. Это означает, что рынок, по сути, мертв. А потом резко в течение 10 дней на опенхаусах стало появляться по 20-25 групп каждый день, на все доступные объекты на рынке. Стало понятно, что рынок начинает очень быстро нагреваться и важно действовать быстро. В результате мы удачно купили недвижимость моим клиентам, которая выросла с того момента на 5-6%. Второй пример. Это таунхаус, который я продавал в июле. Так как ты в рынке, ты видишь всю его активность, плюс твои коллеги регулярно делятся наблюдениями. А рынок начал очень быстро остывать и было важно при правильную стратегию по продаже. В результате продали за 7 дней выше запрашиваемой стоимости. Сегодня рыночная стоимость такого объекта упала на 5-7%. То есть да, ты заплатил за услуги риелтора в этой ситуации, но все равно выиграл в итоге по количеству денег, которое у тебя осталось. Ибо продавая сам, ты скорее всего не понимал бы оперативно, что происходит с ценами и до сих пор бы продавал, пытаясь догнать угасающий рынок. Второй пункт. Навыки ведения переговоров. Переговоры по условиям сделки могут быть очень непростыми. Хорошие агенты по недвижимости это опытные переговорщики, которые могут выступать от имени своих клиентов, добиваясь наилучшей сделки с наиболее выгодными условиями. Третий пункт. Доступ к объявлениям в системе МЛС. Риелторы имеют полный доступ к широкому спектру объявлений о продаже недвижимости через базы данных МЛС или Multiple Listing Service. Это позволяет им эффективно подбирать подходящие варианты для покупателей и помогает при продаже продвигать объекты на рынке для более широкой аудитории. Также позволяет делать более точный сравнительный анализ для определения рыночной стоимости недвижимости. Четвертый пункт. Профессиональная сеть крутых специалистов. Хорошие агенты часто объединяют грамотных профессионалов своего дела. Это включает в себя ипотечных брокеров, нотариусов и юристов, инспекторов по недвижимости, а также различных специалистов по ремонтным работам. Они могут связать клиента с надежными поставщиками услуг, упрощая процесс покупки или продажи. Пятый пункт. Оформление документов и юридические аспекты. Сделки с недвижимостью включают в себя оформление большого количества документов и юридической документации. Грамотные агенты хорошо разбираются в необходимых формах и помогут вам разобраться во всех нюансах стандартных форм по покупке и продаже. Обеспечат правильное заполнение и подачу всех документов, что снижает риск ошибок и упущений, а также судебных исков в дальнейшем. Шестой пункт. Сопровождение на протяжении всего процесса. Покупка или продажа недвижимости может оказаться сложной задачей с большим количеством подводных камней, особенно для тех, кто впервые покупает или продает недвижимость. Опытный риелтор сопровождает клиентов на всех этапах процесса, консультируя и отвечая на возникающие вопросы, чтобы обеспечить гладкую и успешную сделку. Седьмой пункт. Современный маркетинг недвижимости. Нет абсолютно одинаковых объектов. Каждая недвижимость уникальна и требует соответствующего индивидуального плана по продвижению и продаже для своей целевой аудитории. Варианты рекламных кампаний сегодня меняются очень быстро. Хороший риелтор будет в курсе всех новых трендов и выберет лучшие варианты для продвижения. Восьмой пункт. Это доступ к уникальным объявлениям, которые скоро только поступят в продажу или открыто не рекламируются. Они еще называются офмаркет. Это хорошая возможность купить интересный объект по выгодной цене. Девятый пункт. Экономия денег. Если вы решили продавать своими силами, то для того, чтобы объявление было привлекательным для потенциальных покупателей, нужно сделать хорошие маркетинговые материалы. Брошюры, фото, видео, съемку, дроном, 3D-тур, планировка этажей и т.д. За это все нужно заплатить сразу наперед, хотя в будущем, возможно, вы решите вообще снять с продажи недвижимость. Стоимость создания базового пакета таких материалов будет от 1500 и выше в зависимости от размера и типа недвижимости. Плюс, необходимо оплатить размещение в системе МЛС, которой пользуются все агенты, чтобы максимальное количество людей узнало о вашем объекте. Некоторые сервисы предлагают такую услугу. Это еще добавьте около 500-800 долларов, которые нужно будет оплатить сразу. Работая с агентом по недвижимости, он берет все эти расходы и риски на себя. Десятый и финальный пункт. Это экономия времени. Сделки по продаже недвижимости могут отнимать большое количество времени. Агенты берут на себя все заботы, позволяя клиентам сосредоточиться на своей повседневной жизни, не отвлекаясь на длительные исследования, переговоры, бумажную работу и другое. Плюс, обеспечивают избежание ненужного стресса, как правило, с самой большой покупкой в жизни человека. Подводя итоги. Если вы покупатель и думаете, стоит ли вам работать с агентом или нет, выбор очевиден. Вы ничего не платите за работу риелтора, который представляет ваши интересы. Взамен вы получаете крутого специалиста на вашей стороне. Если вы продавец, то работа с риелтором предполагает дополнительные расходы. Однако, преимущества превышают затраты. Опытный агент обеспечивает эффективность, компетентность и поддержку в непростом процессе покупки или продажи недвижимости, превращая затраты на комиссию в выгодные инвестиции. Ищите хорошего риелтора, обращайтесь, буду рад помочь. Надеюсь, эта информация была полезна для вас. Чтобы не пропустить новые интересные видео, подписывайтесь. А пока, на связи и adios amigos.